В этом видеоуроке мы будем собирать кинзан. Один из самых быстрых способов используя формочку для создания каркаса. Вторую формочку для разбавления эпоксидки для смешивания утвердителя и эпоксидного клея. Гвозди по размеру уже можно убирать. В данном случае это 50 сантиметров 2,5 диаметра. Заготовочку такую из пеноплекса. Такие заготовки вырезать можно из толстого пеноплекса, делать толщину где-то полтора сантиметра, чтобы проще было потом снимать, когда уже будем запекать. Это я вам расскажу уже дальше. Понадобится проволочка и фольга для основы. Сначала сделаем основу. Делается не сложно. Можно использовать разные формы на ваше усмотрение. Это уже как ваша фантазия будет играть. Лучше делать из фольги, потому что будем запекать в печи и если из бумаги она подгорит, то самый уникальный вариант это из фольги. Проволочку используем для фиксации, когда будем снимать, чтобы он не потерял форму. Также фиксируем высоту нашего каркаса. И затягиваем. Проволку можно срезать кусачками, если мешает. Дальше загибаем на проволоке форму, которую мы задали. Чтобы потом залить ровным слоем, чтобы не было где-то выше, где-то ниже. Заодно дополнительное крепление. Гвозди будем использовать обычные, поэтому после того как мы уже сделаем заготовку после печи, то их лучше покрасить краской. Потому что они будут ржаветь в воде и тем самым цветы будут портиться и недолго стоять. Можно использовать нержавеющие гвозди. Если хотим оставить саму основу из эпоксидного клея, она будет полупрозрачная такая. Если добавлять какие-то пигменты цветовые, можно добиться таких нужных эффектов. Тогда лучше использовать гвозди либо заранее покрашенные, либо из нержавеющего какого-то материала. Теперь аккуратненько снимаем. Можно прокручивая. И вот такая заготовка у нас получилась. Далее. Основа из пеноплекса, которую мы сделали, здесь мы будем задавать форму. То есть в данном случае это круглая форма. Циркулем я сделал набросок и потом уже делал линиями дырочки и расставлял гвозди специально, чтобы были ровно. То есть примерно сейчас покажу. Как бы вот так вот. Тут в принципе это все не критично. Можно любую форму задавать. Это уже по вашему усмотрению. Почему такую толщину? Потому что после запекания деформируется немножко пеноплекс. Его можно конечно будет использовать потом повторно. Но такой тонкий его все-таки проще снимать. Толстый будет тяжелее снимать. И скорее всего у вас даже его не получится снять. Придется по кусочкам вырывать. Таким способом вы экономите пеноплекса и можно эту же заготовку использовать потом. Гвозди сюда встают снова очень хорошо. Сейчас на примере даже покажу. Это вам сохраняет время. Вам не нужно уже снова подрисовывать. Снова делать дырочки. Вы в старую заготовочку уже вставляете. Если вам нужен такой же чем-то. Делается это за пару минут. Немножко подравниваем. Все. Гвозди держатся. То есть они никуда не деваются. Теперь приступим к размешиванию. Инструкция как размешивать эпоксидку с утвердителем. В принципе все написано на упаковке. Вы покупаете вот что-то нападали такого. То есть чтобы эпоксидный клей был сразу совместно с утвердителем. Вот. Можно эпоксидный клей просто добавить. Но в печке вы его не доведете до эффекта отвердения. И может быть через недельку через полторы он сам затвердеет. Эпоксидка она вообще не так как смола. Она все равно твердеет. Отвердитель же просто ускоряет этот процесс. Но слишком много отвердителей добавлять не стоит. Потому что если переборщить с утвердителем, то сама заготовка будет хрупкая. И она может легко отрезать. Тут как бы нету грани. Обычно придает эпоксидный клей здесь с делениями. То есть получается одно деление вот этого эпоксидного клея смешиваем с одним делением. Тут примерно на глаз. Нужно разделить вот эту бутылочку на вот эту. То есть возьмем допустим сейчас треть эпоксидного клея и треть с этой бутылочки. Отвердители. Треть будет чуть ниже вот этой повозки. То есть такое же расстояние примерно. Хорошенько перемешиваем нашу смесь, чтобы этот бутылки разошелся по всей области. Можно еще немножко. Можно еще немножко. Так, ну вот наша смесь готова. Можно даже примерно определить, да? Как только начинаются такие мелкие кузыри появляться. И теперь аккуратненько заливаем в нашу емкость до краев. Ух ты. 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 Да и ещё вопрос. Если вы не знаете только какой поточной вам потратитте, да, то заранее можно заготовить несколько заготовок, чтобы не бояться что останутся остатки. И теперь мы просто подвигаем ближе друг к другу гвозди и устанавливаем внутрь площади. Теперь это все устанавливаем в печь. Ставим на 80 градусов и держим где-то минут 15-20. Итак, сейчас мы отправим нашу заготовку в печку на 15 минут. Сейчас я вам хочу рассказать об одном казусе, который может произойти, когда вы будете запекать уже в готовую форму. Отправлять форму нужно непосредственно в холодную духовку ставить максимум 80 градусов и следить. Даже можно немножко поменьше градусов и держать в течение 15 минут, чтобы не деформировался пеноплекс. Потому что пеноплекс очень быстро плавится. И при 60-80 градусах это не сильно влияет на него. И при 60 градусах он не расплавится вот так вот. И в следующий момент. Если вы нагрели и хотите быстрее ускорить процесс изготовления, то может получиться вот такое. Можете не уследить и пеноплекс при плавлении начнет сжиматься при очень горячем воздухе. И тогда вы испортите всю свою заготовку. Это как бы вот небольшой нюанс, который очень важно знать. Еще один совет. Никогда не ложите вот эту заготовку сразу в духовку. Всегда используйте какой-нибудь жестяной лист или площадку металлическую, которую не жалко испортить. И непосредственно на ней уже вложить в духовку и запекать. Ну и вот для сравнения. Это сделано на 200 градусов. Держали минут 10 где-то. Это сделано на 50 градусах. И держали минут 10-15. То есть разница видна и очевидна. На этом я думаю закончить. Если какие-то вопросы у вас возникнут, то можете писать внизу под видео и на них ответим. Всем спасибо. До встречи в следующих видео.